Многие девушки уверены, что если они будут слишком доступными, то парень получит заветный приз, получит пироженку, да, и быстренько съебется. Это никак не влияет на отношения в большей части ситуации, в которых это говорят, в 99%. Того, что ты будешь пироженкой, морковкой у него перед носом полчаса махать, либо два месяца, ничего не изменится. Если он за этой морковкой пришел, он подождет, может быть, даже и некоторые два месяца, и три месяца, и получив эту морковку, сожрав ее цветочек, эту сладенькую пироженку, съебется на все четыре стороны и обеспирожит тебя. С пироженкой с твоей убежит. И всем расскажет, что он ел твою пироженку. Многие думают, что пироженкой можно прикормить, что типа махать у него пироженкой перед носом, да, казаться недоступной, только потом дать ему пироженку. А он такой, я так долго здесь провел и понял, что в тебе много чего прекрасного, помимо этой самой желанной пироженки. Ни один парень в мире. Не выстраивайте отношения, которые держатся на желании получить твою пироженку. Распоряжайся своей пироженкой, если только тебе есть 18, а лучше 25 лет. Так, как тебе хочется. Если хочется махать перед носом 2 месяца, маши перед носом 2 месяца. Если хочется поделиться своей пироженкой с человеком, который тебе нравится, когда ты себя чувствуешь комфортно и уверенно, делись. Не выстраивай отношения на пироженки, они закончатся, когда он получит эту пироженку все равно. Это не важно, через 2 дня, через 2 месяца. Есть какой-то очень маленький процент, просто когда возможно так получится, что ты машешь перед выносом пироженки, он там находится в этих отношениях рядом с тобой ради твоей пироженки, он только о ней думает, пироженка, 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 ты такая, а у меня еще есть душа. Он такой, ой, я не замечал, я только о пироженке думал, но теперь рассмотрел ее душу. Нет, так не бывает. Если он там ради пироженки, то он только о пироженке твоей будет думать. Она опять там что-то раздувает, блядь, про какой-то космос, про какого-то пастернака, блядь, твою пироженку, блядь, быстрее, я хочу, ну, короче, нахуй, пироженку, блядь. Хочу, блядь, а, блядь, разорвать пироженку зубами, вонзиться и кремиться. Ха-ха-ха-ха-ха. По морде размазать весь заварной крем от пироженки. Не будет человек прислушиваться к твоей душе, если он там ради пироженки. Поэтому, какой совет? Давать пироженку быстро, давать пироженку потом. Давай свою пироженку, когда хочешь ее дать. Хочешь через полчаса, только если тебе опять есть 18 лет. А лучше 23. Ну, я уменьшаю, потихоньку, верхний план. Хочешь сразу, давай сразу. Хочешь через 2 месяца, но главное, не из рассуждений меркантильной манипуляции. Ну, меркантильная не в денежном смысле, а вот в социальном манипулятивных целях. Не манипулируй пироженкой, не надо. Если ему не нужно ничего кроме пироженки, а ты, ну, он симпатичный паренек, и ты хочешь поделиться с пироженкой. Да поделись с ним этой пироженкой, и пусть нахуй идет на все 4 стороны. А дочери ты своей такой же совет дашь. Возможно, не знаю, у меня нет дочери, но возможно, лет через 10, даже если она появится прямо сейчас, ну, лет через 19, возможно, скажу то же самое. Это манипуляция, эти отношения, если ты будешь перед носом махать пироженкой, ни к чему не приведут. Они останутся на месте. Не манипулируй пироженкой. Уж хотя бы чем-нибудь другим. Блять, пироженку из-за вас захотелось теперь. Представляете, свои пироженка-пироженка, блять. Где я теперь, где я в третьем часу ночи закажу пирожное, ай, блять.